Александр уже второй раз приезжает в Барнаул из Кузбасса. Здесь, в Алтайском центре реабилитации, очень доволен тем, какую помощь ему оказывают. Занимается кинезиотерапией или по-другому ЛФК, плавает в бассейне. Оба вида очень важны при его травме позвоночника. Плюс врачи обследуют его и корректируют реабилитацию. Чувствительность, так сказать, она как бы не особо возвращается. Ну, в какие-то моменты, да, есть, но прогресс в плане движения, амплитудного движения, то есть сгибания в ногах, в спине, то есть, да, безусловно, это есть. Нам поступил молодой человек, 16 лет после шутирующей операции на головном мозге. Пациент поступил, он не мог есть. Пациент, медикаментозное лечение, и пациент буквально за две недели, он уже самостоятельно мог идти. Такие случаи, к сожалению, нечастые. Реабилитация – понятие долгое. А у возрастных людей из-за сопутствующих заболеваний прогресс идет не быстро. Чтобы ускорить его, применяют в том числе и механотерапию для развития движения в суставах. Врачи уверены, после основного лечения нужно продолжать его уже у реабилитолога. Так можно замедлить развитие патологий. Цель в поэтапном оказании данного вида помощи, чтобы пациент не оставался, его родственники один на один со своими проблемами, а в нужное время конкретное получал его. Например, если мы возьмем пациента, у которого случилась травма, сложная операция, дальнейший перевод его в центр медицинской реабилитации, где, опять же, пациент понимает, какой план ему нужно дальше идти, к чему стремиться, чтобы нивелировать все проблемы, которые случились. В основном упор в краевом центре делают на заболевания опорно-двигательного аппарата, но также на онкологию и болезни центральной нервной системы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.